МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, друзья! Вот, дописываю картину, посмотрим, как она будет, когда будет закончена. А вы мне там пожелайте успехов и напишите, какого цвета добавить. Может быть, глаза немножко сделать более задумчивой или печальной, потому что я сейчас буду испечали вас выводить. Читал я книгу Бехтерев, гипноз, телепатия и прочее. Там аудиокнига прекрасная. Как говорил Андрей Шит, давно уже было всё сказано, но приходится повторять снова и снова. Это удивительный человек был, профессор Бехтерев. Ну, такой удивительный, там всё есть, там всё сказано. Но читать её надо долго, я её слушал в аудио, и вы тоже послушайте. И там сказано, что нет ни одного достоверного научного факта, что существует телепатия. Он там рассказывает о том, на чём основаны рефлексы, на чём основаны переживания, на чём основано кликушество, гипноз. Он очень серьёзно занимался гипнозом. И вот он там заметил, что очень много людей, которые находятся в таком полуистерическом состоянии, как они легко выходят из этого состояния, когда у них и паники, и навязчивые идеи. Там женщина одна, она там по 10 раз мыла руки, умывалась всё время. Ей казалось, что она вся опять запачкалась, и другие были паничные состояния, эти паники. И вот он с ними очень много работал. И вот он одной даме там, которая вообще мучилась так, что ей некуда было деваться. И сны плохие снились, и она боялась одна в комнате оставаться, будучи уже взрослой. И вот он её просто посадил и сказал ей, вспомни, как ты засыпаешь. И монотонным голосом стал ей говорить, вспоминай, когда ты засыпаешь, как засыпаешь. И когда у него закрылись глаза, он ей начал говорить, повторяй, я буду здоровый, у меня всё в порядке. Ну я сейчас условно говорю, не то, вы прочитайте там, как он говорил. Но это же очень здорово. И он ей делал, повторяя за мной, самовнушение. Вот он ей делал самовнушение, когда она уже находилась между сном и бодрствованием, и когда глаза у него прикрылись, он говорил, повторяй, я буду здоровый, я ничего не буду бояться, я не буду постоянно чувствовать себя грязной там или ещё что-то такое. И вот эти навязчивые идеи, которые у неё возникали всё время, они её мучили. И он ей в этом состоянии повторяй, 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 и она вот так себе говорила, я здоровая, я хорошая, у меня будет всё хорошо, я здоровая, у меня нет никаких болезней, я выздоравливаю. Она так повторяла, два-три раза он себе так встретился, и она там несколько месяцев уже чувствовала себя прекрасно. Ну потом она опять к нему приехала, потому что там стресс какой-то случился у неё опять. У неё не было времени, просто физически, он ей отложил встречу. Ну потом она совсем уже завелась, самонакрутилась. Он это всё объясняет там, в этой аудиокниге, всё объясняет. Она в интернете стоит, бесплатно, берите и смотрите. Ну посмотрите, он опять ей провёл уже гипноз, провёл, внушил ей. И там вот есть такой момент, который называется постгипнотическое внушение. Постгипнотическое внушение – это когда в гипнозе внушаешь, что будет после действия, и какое оно будет. Какое оно будет, но он её сделал, и она с тех пор беды никакой не знала. Он сделал много докладов, он изучал и гипноз, и нервную систему, Великий Бехтерев. Ну конечно, вот я 3-4 ночи подряд я это слушал, очень много информации, ну столько много информации. Но Великий Бехтерев, он так логично всё объясняет, он объяснил, например, что такое внушение, что такое самовнушение, что оно, внушение – это то, что нас всегда окружает, иногда непроизвольно попадает к нам в наше «я», как говорит он, заднего крыльца, обходя нашу логику, обходя наше сознание. Да, вот он говорит, мы живём в этом социуме, мы живём в этой жизни, мы постоянно находимся в ситуации, когда невольным образом воспринимаем чьи-то идеи, невольным образом у нас иногда возникают какие-то идеи, они застревают. Он это всё рассказывает. Ну вот вы представляете, единственное, чего он не рассказывает, потому что это было то время, а сейчас 21 век, 21 век, он не знал, что такое синхронизация. Он не знал, что такое синхронизация, и поэтому я когда провожу, допустим, вебинар или бесплатный ликбез, вот сегодня мне на скайпе позвонила женщина, ну не могу жить, вы моя последняя надежда, что мне делать, как делать, я не знаю, у меня паники там постоянные. Ну я говорю, слушай, а что у тебя? Она говорит, ну вот меня трясёт, я говорит, не знаю, вот уже руки не имеют, я не знаю, что делать. Я говорю, тебя трясёт, ну так трясись, как трясись? Это же плохо. Я говорю, так ты, это защитная реакция. Так Бехтерев там говорит, у нас очень много защитных реакций возникает, организм сам борется, и он как сказал, вот говорит, есть микроб, микроб, есть эпидемии микробные, да, микробные эпидемии, ну как сейчас, вот вирусы, да, вот пандемии там, а есть, говорит, психический микроб. Вот этот вот, тоже вы себя накручиваете, или допустим кто-то накручивается, накручивается, так возникает, кроме пандемии вирусной, как бы с его точки зрения, психическая пандемия, да, когда люди друг друга, как кликуши, как толпа, вот паника возникает, вот этот пишет, этот пишет, этот пишет, там постоянно пишут, что вот, ковид, столько, там, то, все, и все в этом состоянии, это по Бехтереву психическая эпидемия, да, 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 вот посмотрите, как интересно. Так вот, я этой женщине сказал, вот, с которой сегодня работал, выводил ее из паники, она, говорит, вот так вышла, такая удовольная, говорит, слушайте, как так просто все это делается? Ну, просто делается, когда знаешь как. А я, говорит, ваши смотрю на ютубе ролики, и, говорит, пытаюсь сделать хлест, там, я говорю, слушай, тебе сейчас не хлест нужен, тебе сейчас нужен мозговой санаторий, тебе надо выйти из этого состояния, хлест, короткие упражнения, лыжник там и прочее, по минуте, даже по секунде, дробная сихрогимнастика. Это делается для поддержания хорошей рабочей формы, умственной, физической. Это такая разминка, это синхрогимнастика. Вот профессор Матвеев Анатолий Петрович, он это учебники для 10-11 классов. Это для того, чтобы не болеть, не входить в эти панические состояния, кризы эти не получать. А что же мне делать? Я говорю, а ты делай то, что органист тебе подсказывает. Там Вехтеров об этом тоже говорит, очень много у нас защитных реакций, инстинктивных. Так у нас, посмотрите, в Ютубе, в описании, под роликами, там написано, что все приёмы саморегуляции по методу Крош основаны на сознательном использовании инстинктивных действий человека, а не защитные действия. Они вот, когда вот, например, микроб попал, у вас температура растёт. Так то же самое это, когда вот, допустим, у вас нервное напряжение, у вас тоже возникает дрожание, нервная дрожь. Спортсмены говорят, мандраж там какой-либо, там на экзамене или перед соревнованиями. И вот, когда она усиливается, надо дома бы это сделать. Я взял, вот у тебя что там происходит, я у неё спрашиваю. Она говорит, руки вот так трясутся, я их пытаюсь унять. Да нет, ты тряси, тряси, говорю, это есть синхронизация. В резонансе, соответствующее, вот с этим у тебя нервное напряжение повысилось, и организм пытается повторяемыми действиями его снять. Как температура повышается против микробы, для того, чтобы бороться с микробы. Ну там до определённого, там до 38,5 можно не принимать лекарства, чтобы организм боролся с микробы. А дальше, конечно, надо принимать, потому что там уже предел, констант, там уже для здоровья опасно. А до 38,5, там полезно, полезно, как раз полезно. И вот эти вот тряски, вибрации, дрожание, ногу сводят, так ты её напряги сильнее, то есть помоги организму выдать вот этот рефлекс, вот этот инстинкт, оцепенение. Там Бехтери очень много говорит об оцепенении, потому что оцепенение, на самом деле, вот этот элемент гипноза, он по существу и у животных, это же интересно. Когда берёшь курицу, например, резко переворачиваешь, она же в стресс попадает, у неё возникает такое возбуждение нервной системы, что вот это пик напряжения, когда через предел переходит, наступает оцепенение, торможение. Так вот гипноз – это элемент торможения, это тормозная реакция. Стратегически она спасла много животных в момент страха. Оцепенение. Это инстинкт выживания, самосохранения. У нас есть оцепенение, беги, бей, инстинкт выживания. Ну да, много животных оцепенение. Вот змея там, идёт другое животное, змею видит, оцепенело и прямо едет в пасть, потому что мозг уже отключился и перестал соображать, а автомат продолжает работать. Ну много там того животных, вот про курицу перевернул резко, подержал немножко, она оцепенела в шоке. Да, стратегически это многим помогает. И в сексе тоже самое там приводят, например, когда петуху курочку за грибку взял, она в этот момент оцепенела в сексе, оцепенела. Да, поэтому потом яичко снесёт. Ну там много чего там. И у человека также оцепенение происходит. Это полезная штука. Гуджиев Великий использовал его. Замри. Замри. Оцепени. Он использовал как приём, но чем отличается обычное инстинктивное оцепенение? От упражнения Гуджиева, от действий Бехтерева, от метода ключ. Здесь ты берёшь инстинктивные действия и делаешь их осознанно. Вот если ты время от времени возьмёшь, просто для примера, да, и раз оцепенеешь. Сознательно. Несколько раз в день, по секунде оцепеняешь сознательно. Или потрясёшься в резонансе со своим текущим состоянием, как организм просит. Разгрузка получается. Разгрузка получается. Таким образом. Смотрите YouTube, сайт Стрессу, меня ХСРУ. Да, выходите на Skype. У кого нет ответа на какие-то вопросы, я могу вам дать ответ. Нет, но там же всё есть бесплатно. Смотрите, тут слово ликбез. Ликвидация безграмотности. Ликбез. А сейчас будет вебинар. Сейчас будет вебинар, как открыть таланты и новые возможности. Тоже там сначала потрясёшься, снимешь всё напряжение, снимешь всё напряжение. Потом сядешь, и у тебя такое состояние, и там мечтаешь о своих способностях, какие хочешь открыть. А потом будешь делать кое-что, то, что я там дам, чего раньше не было. Да, и у тебя будут открываться способности. До встречи, друзья. Объявление будет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»